Здравствуйте, меня зовут Юрий Александрович Северстов, и я представляю научный центр неврологии и центр эпилептологии и неврологии имени Казаряна. Я, кроме того, являюсь членом образовательного комитета Европейской секции Международного общества по болезни Паркинсона и двигательным расстройствам. Сегодня мы поговорим о мультисистемной атрофии, а именно о том, что это за заболевание и каким образом его можно диагностировать. Здесь представлены мои потенциальные конфликты интересов, которые никоим образом не пересекаются с темой сегодняшнего нашего разговора. На сегодняшней нашей встрече мы поговорим о том, что такое мультисистемная атрофия вообще, почему развивается это заболевание, какие существуют симптомы возможные у данной болезни и, кроме того, каким образом в принципе ставится диагноз мультисистемной атрофии. На начало о том, что такое мультисистемная атрофия. Это заболевание относится к очень большой группе так называемых нерегенеративных болезней, и для нерегенеративных заболеваний есть несколько общих черт, характеристик. Одна из них – это то, что при нерегенеративных заболеваниях прогрессивно гигнут быстрее, чем при обычном старении клетки, которые выполняют какие-то высоко спатализированные функции в головном или спинном мозге, в центральной нервной системе, и в случае мультисистемной атрофии быстрее, чем при обычном старении развиваются клетки, которые контролируют функции движения и вегетативные функции. И если мы говорим о клетках, которые контролируют движения, то к ним относятся нейроны и клетки, которые локализуются в мышечке, в стволе головного мозга, в так называемых мышечковых ножках, которые соединяют мозжечок со стволом головного мозга. И, кроме того, в так называемых базальных ядрах, а именно в скорлупе, которая также крайне важна для обеспечения плавности и быстроты движений. Мы можем видеть, что при мультисистемной атрофии здесь представлены образцы головного мозга пациентов с мозжечковым типом мультисистемной атрофии, с профессионическим типом мультисистемной атрофии. При мультисистемной атрофии размеры ствола головного мозга, а именно моста, размеры определенных структур мышечка, а именно у штори мышечка, размеры ствола головного мозга, а именно моста и размеры скорлупы, значительно меньше, чем в головном мозге человека без мультисистемной атрофии, образец которого представлен справа. Кроме того, при нейрогенеративных заболеваниях существует еще одна общая черта, а именно накопление в нейронах и клетках главного мозга центральной нервной системы каких-то белков, которые имеют неправильную структуру, так называемые патологические белки, белки с патологической конформацией, то есть трехмерной структурой. И мультисистемная атрофия относится к так называемым синуклеинопатиям, то есть это группа заболеваний, при которых в нейронных клетках центральной нервной системы накапливается белок синуклеин, имеющий неправильную конформацию и структуру. Синуклеин существует и в норме, он выполняет ряд очень важных функций в центральной нервной системе, он способствует высвобождению нейропедиаторов в синаптические щели, то есть это белок, при помощи которого обеспечивается возможность нейронов взаимодействовать друг с другом. В частности, этот белок важен для других функций клеток центральной нервной системы, но если он начинает приобретать неправильную структуру, а здесь вот на верхней диаграмме представлено, каким образом альфа-синуклеин может приобретать эту неправильную структуру, он образует агрегаты, сначала так называемые оригомеры, затем более сложные структуры под названием фибрилы, клубки фибрил, которые в конечном счете образуют еще более сложные структуры, а именно тельца леви. И вот эти тельца леви накапливаются в клетках центральной нервной системы, и преимущество системной атрофии – это в первую очередь так называемые олигоденберциты, которые, это накопление приводит к нарушению функций олигоденберцитов и впоследствии нейронов, с которыми эти олигоденберциты взаимодействуют. Здесь на микрофотографии представлено коричневым, как раз таким пигментом, отображен этот альфа-синуклеин в составе телец леви в олигоденберцитах и в отростках клеток центральной нервной системы. Олигоденберциты – это сложное название для очень важной клетки, которая напрямую взаимодействует с нейронами. Олигоденберцит обеспечивает наружную оболочку для отростков нейронов, для аксонов. И мы видим, что при мультисистемной атрофее, в красном здесь изображен как раз альфа-синуклеин, при мультисистемной атрофее этот альфа-синуклеин с патологической, с неправильной структурой, к информацией начинает накапливаться в олигоденберцитах, в пространстве между олигоденберцитом и нейронами. Кроме того, существует возможность и распространение этого альфа-синуклеина патологического в нейроны непосредственно в нервной клетке головного мозга. К синуклеинопатиям, наряду с мультисистемной атрофией, к слову, относятся и болезнь Паркинсона, и деменция с лицами Леви. Но при данных болезнях альфа-синуклеин накапливается уже не в клетках глии, не в олигоденберцитах, а в нейронах, собственно, преимущественно. И как раз в следующем сообщении относительно клинических исследований и лечения экспериментального, в том числе мультисистемной атрофии, вы еще коснетесь этой темы альфа-синуклеина и того, каким образом можно его воздействовать. Мультисистемная атрофия по своей распространенности относится к редким заболеваниям. Мы видим, что в среднем варьирует распространенность данной болезни от 4 до 5 случаев на 100 тысяч населения. И учитывая такие данные распространенности, можно ожидать, что в России может быть около 7 тысяч пациентов с мультисистемной атрофией. Возможно, безусловно, и меньше, возможно, и больше. На учет случаев мультисистемной атрофии веет очень много факторов, в том числе то, насколько хорошо мы умеем диагностировать данные заболевания. Какие же причины развития мультисистемной атрофии существуют? В настоящий момент причина непосредственного развития данного заболевания неясна, неизвестна. Существует ряд разрозненных данных относительно того, что могут быть определенные факторы риска развития мультисистемной атрофии, такие как контакт с пестицидами, с тяжелыми металлами, с органическими растворителями. Но эта информация имеет довольно слабую доказательную базу, и причины следственной связи, можно сказать, что не доказаны между этими факторами и развитием мультисистемной атрофии у людей. Сама по себе мультисистемная атрофия как болезнь была описана довольно-таки давно, в самом начале 20 века. Но термин мультисистемной атрофии был продолжен несколько позже, в 1969 году. До этого использовались термины для разных подтипов мультисистемной атрофии, такие как синдром Шайя-Дрейджера, оливоподроцерегулярная дегенерация, стреатомигральная дегенерация или стреатомигральная атрофия. И только в 1969 году был предложен собирательный термин для всех этих состояний – мультисистемная атрофия. Спустя еще 20 лет было выявлено, что, собственно говоря, причиной, или даже не причиной, а патоморфологическим признаком мультисистемной атрофии является отложение как раз в клетках глии, в оливоподроцитах какого-то белка. В 1989 году еще не было известно, что это альфа-синуклиин. И в 1989 году были предложены самые первые диагностические критерии данного заболевания. Спустя еще практически 10 лет стало ясно, что в составе вот этих цитоплазматических включений клеток глии входит преимущественно альфа-синуклиин. И в этом же 1998 году были предложены уже первые консенсусные диагностические критерии мультисистемной атрофии. Далее заболевание стало еще более активно изучаться. Была предложена первая мышечная модель мультисистемной атрофии уже в начале 2000-х годов. И в 2008 году на основании накопленной информации клинической, в том числе и фундаментальных данных, о данном заболевании были уже предложены вторые консенсусные диагностические критерии. Наконец, в 2017 году стало очевидным, что необходимо дополнить и несколько пересмотреть имеющиеся критерии диагностики мультисистемной атрофии. И был инициирован третий пересмотр этих критериев. Весьма вероятно, что в этом году мы как раз увидим уже завершенный результат этой работы, именно обновленный третий консенсусный диагностический критерий мультисистемной атрофии. Какие же симптомы данного заболевания могут быть у людей? Начнем с того, что в целом средний возраст дебюта, средний возраст появления первых симптомов мультисистемной атрофии – это примерно 55-60 лет. При этом чаще всего подавляющее большинство случаев мультисистемной атрофии – это случаи с дебютом до 75 лет. Если мы видим, что такие симптомы, симптомы, похожие на мультисистемную атрофию, дебютируют после 75 лет, это не полностью исключает диагноз заболевания, но значительно снижает шансы, что это мультисистемная атрофия. Равно как и есть низкая граница, нижняя граница для потенциального возраста дебюта заболевания, которая составляет 30 лет. В целом глобально выделяют три основных группы симптомов проявлений мультисистемной атрофии. Первая и одна из ключевых групп – это вегетативные нарушения, которые имеют очень выраженный характер и наблюдаются уже на самых ранних этапах заболевания. Они являются неотъемлемой частью диагноза мультисистемной атрофии. Без вегетативных нарушений мы не можем поставить диагноз мультисистемной атрофии. И эти вегетативные нарушения заключаются, по сути дела, в расстройстве контроля функций, которые мы не можем контролировать сознательно, а именно такие функции, как артериальное давление и управление тазовыми органами, управление мышечиспусканием и дификацией. Эти функции страдают уже на ранних этапах болезни и, в частности, проявляются так называемые ортостатические артериальные гипотензии, то есть это выраженное снижение давления при переходе человека из горизонтального вертикального положения, при вертикализации. Что значит выраженное снижение давления? Это означает, что если, как мы можем формализовать данный диагноз, мы проводим пробу, при которой, в частности, например, размеряем артериальное давление в положении лежа после непродолжительного отдыха и дальше просим человека встать и через 3 минуты еще раз замеряем артериальное давление. Если мы видим, что систолическое или верхнее артериальное давление снижается на 30 мм в ртутную особой больше, либо если диагнозатолическое артериальное давление снижается на 15 мм в ртутную столб и больше, это означает, что у человека есть сложности с поддержанием артериального давления, потому что в норме оно не должно так падать, так снижаться, и мы можем сделать вывод, что у человека имеется ортостатическая артериальная гипотензия. Кроме того, к вегетативным нарушениям относятся такие симптомы, как недержание мочи или задержка мочи, сложности с мочи и спусканием. К вегетативным нарушениям в появлениях мультисистемной трофии присоединяются паркинсонизм или мозжечковые нарушения. Под паркинсонизмом понимается замедленность движений, мышечная скованность, то, что называется мышечной ригидностью, а также нарушение контроля равновесия и тенденция к падениям из-за этого. Мы сейчас увидим, как это выглядит, но стоит отметить, что паркинсонизм – это не равно болезнь паркинсона, паркинсонизм – это общие внешние проявления, симптомы, которые могут быть проявлением очень разных болезней, не только болезни паркинсона, но и быть системной трофией. Наконец, мозжечковые нарушения, которые могут быть в сочетании с паркинсонизмом или быть отдельно в сочетании с вегетативными расстройствами, включают в себя сложности с контролем равновесия при ходьбе, нарушение координации в руках и ногах, ряд особых воздвигательных расстройств. И, наконец, при мультистерно-трофии могут быть еще также иные симптомы, иные нарушения, которых мы тоже сегодня коснемся, которые дополняют клиническую картину заболевания и служат также опорными пунктами при диагностике мультистерно-трофии. Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни после появления первых двигательных расстройств мультистерно-трофии составляет порядка 8-9 лет, но существуют, описанно, случаи и значительно большей продолжительности жизни после двигательного дебюта мультистерно-трофии до 15 и более лет. Как же выглядит паркинсонизм, который мы можем видеть в прямой системной атрофии? На видео слева как раз представлена пациентка с паркинсонизмом в прямой системной атрофии. Мы видим скованность, замедленность движений, мелкий шаг, отсутствие размаха рук при ходьбе, согменную позу и замедленность движений при повторяющихся быстрых движениях в руках. Мы видим, что амплитуда и скорость повторяющихся движений постепенно снижается. Это как раз то, что мы называем паркинсонизмом. Мужечковая атаксия прямой системной атрофии на своих ранних этапах имеет следующий характер, как на видео справа. Это несколько расширенная база при ходьбе, неустойчивость при ходьбе, заносы то влево, то вправо, которые нарастают на мере течения заболевания и могут являться причиной падений. Наконец, могут быть дополнительные симптомы мультисистемной атрофии, к которым относятся в частности такие мелкие подергивания или вздрагивания в пальцах рук и, собственно, в самих руках. Это то, что мы называем клониями. Посмотрите на видео слева. Опять же, представлен пример таких подергиваний. И эти подергивания нередко можно спутать с так называемым дремором или с дрожанием, которое не является истинным дрожанием по своим характеристикам. Мы его отличаем от миоклоний. На видео справа представлен еще один пример миоклоний, то есть вздрагивание в пальцах рук и вздрагивание, собственно, в руках и в теле, спонтанные вздрагивания такие мелкие. Это то, что называется миоклониями, еще раз не является истинным дрожанием, хотя, безусловно, в быту люди могут именовать это дрожанием. Наконец, к дополнительным симптомам мультисистернотрофии относятся так называемые псевдобульбарный синдром, который включается в проблемы с глотанием, с четкостью речи, насильственный смех или плач. И очень характерным появлением мультисистернотрофии являются стыдер и так называемые инспираторные вздохи, которые представлены вот на следующем аудио. Это очень шумное дыхание, которое нередко прогрессирует и может очень сильно мешать повседневной жизни, мешать, собственно, обычному нормальному дыханию, нарушать сон. Чаще всего оно наблюдается ночью, но на уже более продвинутых стадиях заболевания может иметь место в течение дня. И еще один очень важный симптом, который стоит учитывать в диагностике мультисистернотрофии, это похолодание кистей и стоп. И это похолодание сопровождается изменением цвета кистей. И кроме того, на фото справа представлен феномен, при котором после надавливания на кожу рук цвет кожи не восстанавливается быстро. То есть вот эта белесость остается более продолжительное время, что связано опять же с нарушением дегитативных функций, с нарушением адекватного контроля просвета сосудов. Еще одним важным, таким знаменательным, опорным проявлением мультисистемной атрофии являются позные нарушения, связанные с мышечной дистонией, которые приводят к формированию патологических поз в теле человека. Это так называемый синдром Пизанской башни, который представлен слева с наклоном туловища в сторону. Симптом Кантокармии, при котором происходит наклон туловища вперед. И так называемый антероколиз непропорциональный, при котором шея вместе с головой уходит вперед. Опять же, это довольно инвалидизирующие состояния, которые дополнительно вносят свой вклад в нарушение качества жизни пациента с мультисистемной атрофией. Еще один важный симптом для выявления – это нарушение поведения во сне в фазу сна с быстрыми движениями глаз. Важно, что этот феномен может появляться за несколько лет до появления двигательных симптомов мультисистемной атрофии. Проявляется он избыточной, проявляется в принципе двигательной активностью в фазу сна, когда там снятся сны. Когда человек начинает реагировать движениями на сюжеты сна, в норме такого происходить не должно быть. Видите, пациент активно во сне начинает дистикулировать, драться, бороться. Такого не должно в норме, потому что в норме функционирует механизм, который препятствует появлению мышечного тоза в эту фазу сна, когда нам снятся сновидения. При мультисистемной атрофии, а также при болезни Паркинсона этот механизм утрачивается, и мышечный тонус не снижается в эту фазу сна, когда нам снятся сны, и поэтому человек может реагировать на сюжет сна двигательной активностью. Очень важно помнить, что не характерна для мультисистемной атрофии, не характерна классическое дрожание, классический тремор покоя в руках или в ногах, характерный для болезни Паркинсона. Для мультисистемной атрофии не характерна деменция, То есть это выраженные когнитивные нарушения, которые затрудняют повседневную активность человека. Для мультисистемной атрофии не характерны спонтанные галлюцинации. И, кроме того, безусловно, при мультисистемной атрофии не должно быть других членов семьи со схожими проявлениями клиническими, потому что в противном случае, если такие люди имеются, это весомый долг после того, что, возможно, это не мультисистемная атрофия, которая является так называемым спорадическим заболеванием, возможно, это генетически обусловленное заболевание, которое напоминает мультисистемную атрофию, а таких есть, на самом деле, немало. И очень важно иметь это в виду и исключать их в случае необходимости. Наконец, клинически значимое поле невропатии, то есть поражение периферических нервов, также крайне не характерно для мультисистемной атрофии. Течение данного заболевания может быть несколько различным от пациента к пациенту, но глобально оно имеет общий паттерн, общий характер. В частности, нередко при мультисистемной атрофии сначала появляются вегетативные нарушения, к которым впоследствии в течение где-то года, полутора лет присоединяются уже двигательные расстройства, профессионизмные мужичковые нарушения. Нередко, может быть и наоборот, сначала появляются двигательные расстройства и впоследствии в течение года, полутора или двух лет присоединяются выраженные группы вегетативные нарушения. И, наконец, обе группы симптомов могут дебютировать вместе и, собственно, идти бок о бок по мере прогрессирования болезни. Диагностика мультисистемной атрофии базируется таким образом на выявлении как раз вот этих особенностей проявлений, двигательных и недвигательных, на четкой их документации. И, кроме того, например, при мультисистемной атрофии типа П, то есть паркинсонический тип, когда мы видим вот эту замедленность на первом месте в плане двигательных расстройств, очень важно понять, какая реакция этих симптомов на леводопу. Здесь стоит отметить, что даже при мультисистемной атрофии, при которой в классике не описано отсутствие реакции как положительных симптомов паркинсонизма на леводопу, тем не менее у ряда пациентов в течение первых 2,5-3 лет заболевания может быть очень неплохой ответ на леводопу, который затем утрачивается. При болезни паркинсона реакция положительных симптомов на леводопу не утрачивается по мере течения болезни. Как мы с вами уже говорили, очень важно оценивать общий и семейный анамнез, то есть семейную историю. Если еще в семье кто-то подобный с такими же симптомами, нет ли каких-то внешних факторов риска, которые бы могли быть причиной приобретенного характера, имеющихся двигательных и двигательных расстройств. Очень важно оценивать динамику появления симптомов болезни и при необходимости важно исключать заболевания, которые могут напоминать мультисистемную атрофию, в том числе генетические обусловленные болезни, которых есть несколько десятков, и необходимо иметь настороженность в отношении них. Наконец, нейро-визуализация – очень важный пункт, который помогает нам понять, мультисистемная атрофия это или нет, и мы сейчас на этом остановимся коротко. Все вот эти опорные пункты были подытожены как раз в текущей второй версии консенсусных диагностических критериев мультисистемной атрофии, однако они, как я говорил, были подвержены критике, и, собственно говоря, публикация об этом до 2019 года довольно интересная была сделана, и это послужило предпосылками как раз к пересмотру и формированию третьих консенсусных диагностических критериев мультисистемной атрофии. В плане нейро-визуализации мы, безусловно, в первую очередь говорим об МРТ, магниторезонансной томографии, и здесь вы видите слева вариант нормы МРТ головного мозга, а справа МРТ головного мозга пациентов с протенционическим типом и с мужичковым типом мультисистемной атрофии. При протенционическом типе мы видим уменьшение в объеме вот этой скорлупы с обеих сторон, формирование такой гиперинтенсивного ободка на Т2-звершных изображениях и таких вот темных потемнений в области скорлупы, что бывает отложение железа в этих областях на специальном режиме SWI, который показывает нам, собственно, металлы. При мужичковом типе мы будем видеть симптом такой вот кристалли, пасхальные булочки, пасхальные булочки, потому что на этих булочках такой характерный крест как раз изображается. Это признак дегенерации, то есть разрушения структуры ствола головного мозга, моста и мужичковых ножек средних. И кроме того, мы можем видеть гиперинтенсивный сигнал, такой белесоватый цвет в области средних мужичковых ножек. В настоящее время, подытоживая, стоит отметить, что в изучении мультисистемной атрофии основной акцент делается на более ранней диагностики данного заболевания, и это нашло свое отражение, в частности, в выявлении формирования категории программальная мультисистемная атрофия в рамках проекта третьих консенсусных критерий в диагностике МЦА. Это очень важно для того, чтобы мы могли более верно оценивать эпидемиологию данного заболевания, оценивать течение, естественное течение этой болезни, что, безусловно, поможет в организации более правильно организованных клинических исследований. Наконец, еще одним перспективным направлением является поиск новых геомаркеров мультисистемной атрофии на основании, то есть это признаки заболевания, которые можно выявить на основании анализа в крови, например, офицерной ростинальной жидкости. Спасибо большое за внимание, и в соответствующей секции я буду рад ответить на вопросы, если не будут. Спасибо. 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 Спасибо.